Ежегодно в нашей стране сдаются сотни тысяч квадратных метров нового жилья. В некоторых городах даже есть целые микрорайоны из новостроек. Но тем не менее, из года в год жилищный вопрос для каждого казахстанца остается актуальным. В особенности для молодых семей. Что говорить, если даже в столице около 50 тысяч граждан находятся в очереди на жилье. Некоторые из вас могут сказать, есть ведь еще и ипотека. Да, но давайте будем честными, не каждый может себе ее позволить. Поэтому в качестве альтернативы есть арендное жилье. Причем мы говорим не о тех арендных квартирах, которые мы видим на сайтах, а о госпрограммах. А что это за госпрограмма? Как стать ее участником? И вообще, сколько будет стоить такая крыша над головой? На все эти вопросы будем отвечать сегодня. Меня зовут Асхат Сагитов. Телепроект «Стройся» на Домикен Бизнес. В нашей стране выражение «арендное жилье» означает что-то такое временное и даже ненадежное. Мы почему-то привыкли, что квартира обязательно должна быть в собственности. Однако в мире ситуация обстоит немного другим образом. Например, в той же самой Европе большинство жителей проживает именно в арендных квартирах. Плата за такую квартиру по госпрограмме гораздо выгоднее, чем по объявлению. Это позволяет любому жителю сохранить немного денег для своего собственного будущего жилья. Согласитесь, удобно и выгодно. А как с этим вопросом обстоят дела в Казахстане, я сегодня поговорю с представителем ведомства, которое был ответственен за разработку данной программы. Мадьяр Гусимбаевич, добрый день. Здравствуйте. Сегодня наш выпуск, точнее, посвящен программе «Арендного жилья для работающей молодежи». Сегодня хотели бы подробно о ней поговорить. И первый вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, о критериях отбора для данной программы. Сколько уже собралось заявок из трех городов? И когда потенциальные жильцы среди молодежи могут получить ответ? Программа «Арендное жилья для молодежи» – это новинка этого года. Можно сказать, в рамках «Года молодежи» – одна из тех инициатив Ельбасы, которая имеет, скажем так, максимально персональный характер, прикладной. Весь смысл заключается в том, что в течение ближайших трех лет, включая этот год, по три тысячи квартир в таких городах, как Мушултан, Алматы и Ичинкент, работающим молодым людям на основе определенных правил, позже я расскажу о каких, будут предоставлены жилье в течение пяти лет для того, чтобы они могли жить, работать и копить средства на будущее собственное жилье. Если конкретно брать Нур-Султан, то на сегодняшний час, можно сказать, или момент, еще заявки идут, но 5334 заявки уже подали только в городе Нур-Султане. Чуть больше тысячи заявок подали в Алмате, но там процесс позже начался и сейчас идут. Ну, я думаю, примерно такое же количество заявок будут поданы на претендентов на это жилье. Здесь смысл заключается в том, что в любом случае мы ставили определенный отбор, потому что мы понимаем, что около 200 тысяч молодых людей только в Нур-Султане проживают, чуть больше в Алмате живут, чуть меньше в Чинкенте, но суммарно около полумиллиона человек, которым нет 29 лет, живут в этих городах. Из-за этого есть специальные критерии отбора. Для нас мы определили 5 основных. Это быть младше 29 лет, постоянно проживать в конкретном городе, иметь доход выше 100 тысяч, иметь счет в банках второго уровня, а также иметь собственность жилья последние 2 года, нигде в Казахстане. Кто этим критериям соответствует, те могут подавать. Я хотел бы узнать, условно говоря, хотел бы поучаствовать в данной программе. Я подаю заявку, сколько времени она обрабатывается, и примерно когда я могу получить ответ в рамках города Нур-Султан. Ну, вы сегодня подадите, если в течение двух недель документ будет рассматриваться, предварительно где-то в первых числах декабря вам дадут ответ, получаете ли вы это жилье или нет. Насколько мне известно, было дано предпочтение 100 профессиям. Где о них можно узнать? Ну, 100 профессий, это они были определены Министерством образования совместным с Минутрудом, исходя из прогноза потребностей кадров. И в любом случае, раз акцент был сделан изначально не просто для молодежи, а для работающей молодежи, а не на приоритетной специальности, те, которые нужны экономике в ближайшее время, эти молодые люди, ну, как бы, нуждаются с нашей стороны, как бы, в более, там, скажем, приоритетной поддержке. Исходя из этого, мы их определили. Они есть на сайте «Инбеки.изэк», ну, на всех популярных сайтах, высшее учебное заведение знают. Это не является первой очередной, скажем, оценкой баллов, да, условно говоря. Он прошел отбор по пяти критериям, которые я сказал. После этого идет почетная система. Условно говоря, там, женат, если, да, или замужем, то дополнительный балл. Есть дети, дополнительный балл. Если ты депозитный счет открыл не вчера, а уже несколько лет, например, то за каждый год дают дополнительный стаж работы. Если ты работаешь не со вчерашней, а чуть дольше, то, соответственно, еще больше баллов дают. В том числе и этот. И суммарное количество баллов определяет твое место в этом списке, да, скажем. И наличие специальности дает шанс тебе больше получить эту квартиру, чем, скажем, отсутствие. И по такому принципу. Если вы уникальны, но у вас нет, скажем, этой специальности, то у вас будет на энное количество баллов меньше, чем у других. Ну, в любом случае, вы также будете претендовать на квартиру, скажем. Отсутствие специальности – это, ну, скажем, хуже, чем лучше. Наша цель конкретно стоит перед тем, что через пять лет, когда человек будет завершить проживание на этом жиле, он имел возможность накопить на собственное жилье. Для этого мы просим депозитный счет, для этого мы просим, чтобы он работал, для этого мы просим, чтобы у него был определенный доход. Это те активные люди, которые активно взаимодействуют с государством. Могут участвовать только семьи или, скажем так, неженатые, незамужние казахстанцы тоже могут принять участие? Подает конкретный человек. Если он женат или замужем, то его супруг или супруга, они идут как, скажем, дополнительный метод оценки. Он не является основным, скажем, суммарный доход, условно говоря, или еще какие-то вещи. Я подал, вы подали, разница между нами заключается в одном балле. Ну, условно говоря, если я подаю заявку, у меня есть супруга, но так получилось, что супруга, она, допустим, старше 29 лет. Как быть в этой ситуации? Ну, это очень просто. Мы исходим от заявителя. Если заявителю нет 29 лет, неважно, сколько супруга или супруга лет, главное, чтобы не было. Бал, да. Как за супругу будет защитный в любом случае. Единственный нюанс заключается в том, что будет рассматриваться доход именно заявителя. Здесь вот эти, весь критерий, он имеет отношение к самому заявителю. Общий срок на получение арендного жилья, ну, то есть на пользование 5 лет. Почему был взят именно этот срок? Мы исходили из того, что, скажем, при доходе, который мы обозначили минимальным, 100 тысяч тенге, человек, условно, 10 тысяч платит за аренду, да, 10 тысяч за коммунальные услуги, в пределах 50 тысяч тенге, это, скажем, минимальная заработная плата, да, которая есть по нормативным расчетам, которая, в принципе, должна, как бы, покрыть базовые потребности человека, да. Остается в итоге 30 тысяч тенге. Если 30 тысяч тенге мы умножаем на 60, это будет 1,8 млн. Плюс он каждый месяц, если бы 30 тысяч тенге откладывает, то в конце 5 лет он накопит 1,8 млн. тенге, плюс, скажем, вознаграждение от банка, от государства, да, если это Жилстройсбербанк, то это будет сумма в пределах чуть больше 2 млн. тенге, плюс-минус. Если, скажем, у нас сейчас квартира от 10 млн. Ну, скажем, базовая однокомнатная квартира, или двухкомнатная квартира, в которой может жить, скажем, семья, да, там, в эконом-классе, это 10 млн. тенге. Получается, что 2 млн. – то это как раз те 20%, которые нужно сейчас по программе 7, 20, 25, да, скажем. Если вы, там, многодетная семья или еще что-то, какие-то нюансы, то тогда, там, первоначальность у нас еще меньше, да. Исходя из этого, 5 лет – срок – это нужный срок для накопления, скажем, капитала, да. Сколько составляет минимальная арендная оплата и максимальная? И в чем разница в данной градации? Ну, здесь градация только от квадратных метров зависит. В любом случае, ставка на аренду на жилье утверждена. Если, скажем, у вас в пределах 40-50 квадратных метров, то это будет около 12 тысяч тенге арендной платы ежемесячно. Ну, надо понимать, что арендная плата – это еще требует дополнительных расходов, как коммунальные расходы. Ну, я думаю, в пределах 10 тысяч, 12 тысяч будут, в зависимости от стоимости КСК, услуг, отопления зимой, летом и так далее. Ну, сама базовая ставка арендной платы, она, в принципе, нормативно утверждена. Квартира, она изначально с ремонтом, либо мне нужно будет вложиться? Квартира в чистовой отделке предполагается. После этого уже там, как бы, на месте уже будут какие-то корректировки. Но нужно понимать, что жилье арендное. Исходя из этого, скорее всего, там, например, какие-то капитальные перестройки, глобальные делать, наверное, нельзя будет. В данной программе участвуют пока три города – это Нур-Султан, Алматы и Шумкент. Почему именно эти три города и в перспективе будет ли расширение пула городов? Ну, здесь логика такая, что это города-миллионники, да, скажем. И вопрос решения жилищной проблемы молодежи этих городов стал в приоритете, да, исходя, я так понимаю, из возможностей бюджета, да. Но в дальнейшем мы будем уже ставить новые задачи, новые предложения, в том числе, касающиеся расширения географии этой программы. В Нур-Султане владельцы квадратных метров в этих многоэтажках, пожалуй, будут самыми молодыми хозяевами недвижимости. Им нет еще и 30. Да, хоть и на 5 лет, но зато у них будет время накопить на собственное жилье. Именно здесь и получат новое арендное жилье по государственной программе молодые столичные жители. И таких желающих тысячи. Среди них молодая семья Саминбетовых. Супруг Дилары работает в две смены. Девушка в декретном отпуске сидит дома с новорожденной дочерью. Семья сейчас копит на собственное жилье. Участвовать в той же программе 7-20-25 они не могут. Нет первоначального взноса. Вот и приходится пока снимать комнату в общежитии. Мы как бы не можем жить с родителями, потому что это маленькая квартира, поэтому мы снимаем здесь. Ну, конечно, хотелось бы подкопить денег с помощью этой программы, чтобы потом приобрести свое жилье. Сейчас у нас, у меня, у мужа есть небольшие депозиты в жилстрой Свербанки. Мы потихоньку откладываем. Государственная программа арендного жилья для этой столичной семьи стала единственной возможностью обзавестись собственными квадратными метрами. Пусть и на время. Поэтому они одни из первых подали заявление в городской Акимат. И теперь ждут ответа. Мы с мужем подали на программу арендное жилье. По критериям, я думаю, мы должны пройти, у нас есть ребенок, я замужем, мы в браке, а муж получает зарплату где-то выше 100 тысяч. Если мы пройдем, это будет, конечно, хорошо в плане, мы сможем копить, муж может откладывать деньги, я, может быть, со своих декретных в первое время смогу откладывать и уже подкопить в течение пяти лет на свое собственное жилье. Сегодня в Нур-Султане проживают 245 тысяч человек в возрасте от 14 до 29 лет. Заявки на арендное жилье подали уже больше 7 тысяч претендентов. Понятно, что не все смогут получить квартиры. По этой программе предоставят 202 двухкомнатные и 848 однокомнатных квартир. Ежемесячная арендная плата за такое жилье будет варьироваться от 5 до 15 тысяч тенге в зависимости от ее площади. Рынок государственной арендной недвижимости в Казахстане развивается уже несколько лет. С 2012 года казахстанцы стали приобретать квартиры в аренду с последующим выкупом по государственной программе. Первые владельцы съемных квадратных метров заселились в дома, которые построили в Алматы, Караганде и Шемкенте. В 2017 году в стране запустили новую госпрограмму строительства арендного жилья Нур-Лежер. Главный ее плюс – это приемлемая цена на 1 квадратный метр. Для жителей Нур-Султана, Алматы, Атырау и Актау она обходится до 180 тысяч тенге, а для жителей всех остальных регионов – до 140 тысяч. За последнее время ее реализации возведено больше 1 миллиона 55 тысяч квадратных метров и около 18 тысяч новых квартир. На первоначальном этапе на участие в ней могли рассчитывать только очередники и вкладчики Жилстройсбербанка, а с февраля этого года уже все остальные казахстанцы. Список претендентов на такое жилье действительно внушительный. Его могут получить все те же очередники – госслужащие, сироты, малообеспеченные семьи. Но его они не могут ни продать, ни сдать в аренду, ни передать по наследству. Таким образом планируется обеспечить арендным жильем больше трех тысяч казахстанцев. На эти цели из республиканского бюджета в течение двух лет выделят около 40 миллиардов тенге. Так, уже заключены договоры на приобретение 288 квартир в Алматы и 21 в Караганде. Но в рамках программы Нурлыжер есть арендное жилье и с последующим выкупом. Срок такой аренды – до 20 лет. Можно его выкупить и досрочно. На такое жилье могут претендовать многодетные и неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций, а также инвалиды первой и второй группы. Сегодня рынок государственной арендной недвижимости в Казахстане только зарождается, тогда как в мире, особенно в Старом Свете, предпочитают жить в арендном, а не в собственном жилье. Например, в Швейцарии больше 60% населения живут именно в таких квартирах. Также съемная недвижимость популярна в Германии, Австрии, Ирландии, Турции и Дании. Нынче всего арендная жилплощадь востребована в странах Восточной Европы и СНГ. На это есть свои причины. Сколько было построено арендного жилья в этом году и вообще за последний период? Предварительно по программе Нурглужер запланировано в эти три года около 18 тысяч квартир по всей стране. В Алма-Ате действует программа Алматы Жастары, которая определенные привилегии дает к этому моменту. В Западно-Казахстанской области была программа «Молодое жилье» и в Атравской области такая программа действует, где они помогают с первоначальным взносом. Но системно вопрос арендного жилья впервые становится, как популяризация арендного жилья сейчас. Но мы на этом не останавливаемся. У нас в Казахстане большой процент, большое количество людей, кому за 30, у которых нет собственного жилья, даже арендного. Вот это самое арендное жилье можно ли будет получить по другим программам? Арендное жилье, да. Здесь, скажем, программа поддержки многодетных семей, да, потом сейчас в порядке очереди, да, большое количество людей стоит, которые получают ежегодно там 100-200 человек там получают эту квартиру, в том числе арендную. Те, кто там оказались в трудной жизненной ситуации. Эти моменты все, в принципе, программы Нурглужер предусматривают, там около 12 категорий, да, которых они имеют право получить. Так что, я думаю, на этом процесс не закончится, и государство, скажем, да, без внимания и заботы, да, нуждающихся людей не оставит. Ну что, все документы собраны, все списки утверждены. Теперь остается самый волнительный момент – это вручение ключей от новенькой квартиры. Далее новоиспеченных хозяев ждет не менее сложная задача – это ее обустройство. Сложнее она становится потому, что хозяева новых квадратных метров – люди далеко не богаты и не обладают средствами на дорогостоящую мебель. А ведь так хочется получить квартиру своей мечты – с уютной спальней и красивой функциональной кухней. Вот как раз-таки о кухне я сегодня предлагаю и поговорить. Что сегодня модно, каким материалом ее обустроить, да и вообще сколько будет стоить ее обустройство. Если раньше у нас тенденция была к тому, что все делалось в классике, то есть максимально золотое, с максимальными там вензелями, капителями и так далее, то все равно сейчас выбирают более современные, более стильные вещи. Итак, приступаем к обустройству кухни. Бытовую технику в расчет не берем. Только мебель. Кстати, минимализм сегодня особенно актуален. Тем лучше. Начнем с навесной полки. Только ее каркас высотой 60 сантиметров, шириной 35 сантиметров обойдется в 3500 тенге. Материал LDSP. Причем дверцу и полку придется покупать отдельно, а это еще около 5000 тенге. Вместительная кухонная тумба высотой 85 сантиметров. Один ящик шириной 40 сантиметров. Материал тот же LDSP. Ее цена начинается от 10 тысяч тенге. Без такого ящика на кухне никак не обойтись. В ней можно компактно разместить всю необходимую посуду и кухонную утварь. А в выдвижном ящике удобно хранить столовые приборы и различные мелкие аксессуары. Выбираем столешницу. На кухне это главная поверхность. Самый доступный и практичный материал – DSP. Ширина столешницы 60 сантиметров. Длина – 120 сантиметров. Цена – 4500 тенге. Впрочем, и ширина, и длина могут быть гораздо больше. Соответственно, и цена будет выше. Не забываем о всевозможных планках и креплениях. Это еще дополнительные траты. Нужна раковина. Самая дешевая мойка стоит около 5000 тенге. Теперь необходим кухонный стол и стулья. Цена на обеденные столы начинается от 10 тысяч тенге. А 4 табуретки обойдутся в 4000 тенге. Но это если самому покупать. В принципе, можно заказать уже готовую кухню. Если брать столярные цеха, то стоимость в кухнях есть такое понятие – стоимость за метр погоны. То есть метр погоны включается нижний шкаф плюс верхний шкаф. То, допустим, в Астане эта стоимость где-то в районе 150-200 тысяч тенге. За один? За один погонный метр, да. То есть за такую цену при желании можно найти. Как бы очень сложно, но можно. Если делать кухню, будем так говорить, вот как опять-таки сейчас тенденция кухни до потолка, то есть не до середины, как вон там шкафов, а именно до потолка, конечно, стоимость возрастает за счет наличия вот этих верхних шкафов. К концу этого года более трех тысяч молодых казахстанцев смогут решить свой жилищный вопрос. Да, на пять лет, но они станут владельцами квартир. А за это время у них появится возможность накопить на собственное жилье. Кстати говоря, данная программа будет действовать не один год. Это значит, что в следующем году уже новые казахстанцы обрядут свою крышу над головой. И самое главное, вы теперь знаете, как эта программа работает. Вот такую интересную тему сегодня обсуждали в проекте «Стройся». Увидимся на «Томикен Бизнес». Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова